Здравствуйте, друзья! Это я, Кеша, а это мой товарищ Пёс Максим. Совсем недавно мы с Максимом вернулись из новогоднего отпуска. Мы побывали в Республике Беларусь, и сейчас хотим представить вашему вниманию краткий видеоотчет о пребывании в городе Витебске. Ильюша, а что ж ты чай пьёшь? Это ж совсем не серьёзно. Ничего не ма? Ах нет, всё в наличии. Передача лично в руки. Ещё и скольчем замотано, красиво, красиво. Ну это чтоб не разлилось. Начинаем мы с Мандары. Вот красавчик! Вот знаменитый алкоголик Филипп. Заваливает. Квартира Фила. Вентилятор. Плакат Рамонес. Ещё какой-то плакатик. Философия Негредо. В искусстве. И она же в действии. Филипп, я твой Морфеус. Ты должен выбрать, красный или белый. Красный. Так сразу, да, ты решил, в общем, для себя. Почти ты не сможешь изменить свой выбор. Окей. Уже красный. Покинув Матрицу, ты уже не вернёшься. Ну давайте, примем, господа. Ну, Морфеус, давай. За наступивший Новый год, за наступающее Рождество. Филимон. Философия Негредо. Илья Владимирович, у Филиппа Николаевича как-то не очень получает. Вы можете внятно объяснить, что вы делаете? Всё, я, короче, с утра звонок, блядь, слушаю, блядь, телефон, блядь, я с похмелья, как всегда, короче, просыпаюсь. Говорит, приходи ко мне тут, говорит, квартиру. Да, заходит такой, да? Сдать квартиру, короче. Ну, в зале, конечно, естественно, алкоголь. Что мы делали? Да, включили, первое дело. Зэкс пистол, смотри. Взяли топор, короче, и разъебашили, блядь, всю мебель в квартире. Ну, никто брать не хотел, ну, увы, блядь. Никому не нужна, блядь, короче, блядь. А что это была за квартира, если не секрет? Квартира была бабки. Бабки моя, моя квартира была. Ну, что? Мы её так к продаже готовили. Картим. Вот, печатная машинка. А я отошёл, блядь. Винтилятор тут что-то печатает. Роман. Что сейчас пишете, Филипп Николаевич? Сейчас пишу о скрипучем диване, который поломал жизнь человеку. Момент. Что-то, какие-то рукописи, смотри, изписываю всё. Если бы его попросили описать происходящее с ним, он бы сравнил это состояние с человеком, смотрящим на линию горизонта. Он пуст, внутри чист, открыт миру. И вот в этой пустоте появляется источник тепла, который начинает расти. Оно растёт, наполняет всё тело, выходит за его пределы, заполняя собой пространство вокруг. Человек стоит и смотрит на горизонт. И чем больше нужно расстоять тепло, тем чётче и пронзительнее становится взгляд. И вдруг происходит некий прорыв туда, за границу. И само ощущение взгляда, и самого смотрящего теряется уже. Горизонт смотрит в обратном направлении и сливается с таким же горизонтом, с другой стороны. Становясь им. А тут, в свою очередь, становятся своей противоположностями. И так они смыкаются и разделяются, отражаясь друг к другу. А между ними пульсирует тепло и пустота. Они всегда предлагают в ресторанах какое-то вино больше. Домашнее, либо магазинное, знаешь, может не доверяют производителю местному. Надо брать домашнее, потому что оно, бля, божественное. И кухня, Кеша, ты не представляешь, какая там кухня. Просто он тебе приносит хлеб, просто хлеб. Ты можешь просто хлеб один есть и всё, и тебе не он ничего вообще. А когда он приносит шашлык к хлебу уже, то ты понимаешь, что ты такой шашлык не ел никогда в жизни просто. Потому что это реально шашлык. Как можно так, блядь, сохранить столько сока в этом мясе? Столько добавить там, блин, всяких трав, пряностей, да? Как-то так, да? Выпи венца. Ты уже, смотрю, уже лыком не вяжешь, Ксюша. Нет, нет. Уже залипло в этот телефон своему, и всё. Окружающий мир для тебя не существует. Тише, тише, тише. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...